Всем привет! Наконец-то я добрался до четырёшечки, аж целых 114 квадратных метров в народных кварталах от Татам Стройкомплекс. Посмотрим? Поехали! Слава богу, она одноуровневая. И когда мы заходим в прихожую, то сразу же натыкаемся на шкаф. Ну, шкаф это нормально в прихожей, нормально, да. В четырёхкомнатной квартире шкаф размером метра 20, это вообще ненормально. Ну, вы сами представьте, четырёшку кто покупает. Давайте посчитаем, сколько людей сюда предполагается поселить застройщикам. Раз кровать, два кровать, три, четыре. Четыре кровати. Понятное дело, что одна кровать для мамы с папой, это значит, получается, пять человек. Четыре-пять человек будет проживать в этой квартире. Вы чё, серьёзно думаете, что вся их одежда должна уместиться в шкаф вот такой ширины? Да ладно! Ну, ребята, вы погорячились, конечно. Это вот какой-то опять компромисс, да, с которым придётся жителям считаться. А если подумать, куда поставить шкаф ещё для верхней одежды? Давайте посмотрим. И если мы будем ставить шкаф в коридоре, то мы перегородим вход на кухню. Сюда ставить нельзя. Идём дальше. Заходим в коридор. Двери, двери, двери. Раз, дверь, два, три, четыре, пять, шесть, шесть дверей. Капец. Итак, коридор, большая стена и прямо соблазн вдоль него поставить шкаф. Можно, конечно, но тогда вы сделаете коридор ещё уже, прям совсем узким. А раз он узкий, то он становится ещё длиннее. И попробуй там протискивайся. Ну, как бы вот опять компромисс, да? Идём дальше. Общее пространство. Слушайте, 21 метр. И в 21 метр вы предлагаете поставить кухню, стол и диван. Да ладно, ну блин. Мало того, что комната узкая и вытянутая, это напоминает вагон. А окно в торце, это значит, что другой торец, там, где кухня, будет тёмным. Тёмное. Вам готовить темно будет. И вы будете стоять лицом в эту тёмную стену. Ну, это просто как-то, мне кажется, не очень хорошо. Кухня. Расстояние сколько тут? 2,80 ширина этой комнаты. Вообще не должно быть такой ширины комнаты. 3 метра это мало. 3,5 минимум должна быть ширина комнаты. Ну, ребят, ну, а тут 2,7. Ну, вообще капец. И кухня длиной 2,7. 5 человек. Кухня 2,7. Ну, то есть, вы предлагаете этой семье дома не готовить. То есть, они должны приносить с собой еду, разогревать в микроволновке и всё. Всё. Эх, идём дальше. Жилая комната 13,5 квадратных метров. Почему-то она тоже вытянутая и почему-то она тоже узкая. Блин, ну, есть какие-то пределы. Вот есть какой-то предел некой ширины, вот меньше которой мы ощущаем себя уже как-то как в какой-то норке. И вот здесь, мне кажется, вот вы прям все вот эти пределы преодолели. Прям вот это прям норка-норка какая-то. Это вот прям 2,5 метра по ширине комнаты. И вот прямо это уже начинает давить. Прям физически стены на тебя давят. Хотя, мне кажется, тёщу можно поселить. Да. Нормально. Нормально, кстати. Это нормальное решение атомстройкомплекса. Респект. Идём дальше. Жилая комната 11,7 квадратных метров. Даже на плане она ощущается просторнее, потому что она просто квадратная. Да ещё и с балконом. Очень хорошо. Идём дальше. Следующая комната 18 квадратных метров. Слушайте, подарок. 18 квадратных метров детская. Это хорошо. Идём дальше. 14 квадратных метров. Это ещё одна спальня. Ну, сгодится. Видимо, это родительская, потому что здесь кровать, здесь гардероб и ванная. Ванная опять маленькая. 2,8 квадратных метров. Блин, ну там это мало. Туда душевая кабина поместится маленькая. А если вы собираетесь покупать эту квартиру, то подумайте, вот действительно ли вам будет комфортно в таких расстояниях. Потому что я же понимаю, вы когда покупаете квартиру, вы смотрите на квадратные метры. 114. Ну, блин, классно же, много. А вы посмотрите, как стоит мебель, в каких комнатах и какого она размера. И поэкспериментируйте. Возьмите рулетку. Прямо сейчас можете взять рулетку и дома померить. Душевую кабину 90 на 90. Удобно вам будет в ней мыться или нет? Раковина шириной 40 сантиметров или 50. Удобно вам будет вот так подходить или нет? Или вам хочется пошире? А если вам хочется пошире, то она уже сюда не влезет. Извиняйте. Все, места нет. Вот, так что надо подумать тут. Гардеробная. Ну, слушайте, это вообще издевательство какое-то. У меня сюда ничего не влезет. Я не знаю, как у вас, но вот у меня не влезет. И у жены у моей не влезет. Потому что один шкаф шириной полтора метра на двоих, это мало. Ну, вот мне мало. Не знаю, как вам. Ну, вот как-то вот так вот получается 114 метров. Нарезали на мелкие комнаты. Как бы вот по мне один сплошной какой-то компромисс. Не знаю, как для вас. Но, в общем, пишите в комментариях. Может быть, вам и нормально. Вот как бы я не очень знаю. Но вот что знал, сказал. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Ставьте дизлайк. Все. Ставьте лайк.